Что же говорить о реальных препятствиях, которые у нас существуют? Сейчас я покажу вам, как преодолевать эти самые пороги. Есть два способа для того, чтобы его преодолеть. Первый способ. Вы подъезжаете вплотную передними колесами к порогу, становитесь на баланс, перебрасывая передние колеса, и толчком пересекаете этот порог. Второй способ. Вы можете преодолеть этот порог с помощью баланса. Если вы не можете самостоятельно преодолеть преграду, в данном случае порог в квартире, но, к сожалению, мы на улице встречаем очень часто препятствия. И хорошо, если вам будет помогать кто-то из ваших родственников или друзей, которые знают, как помочь. Перед тем, как человек вам будет помогать, вы должны ему объяснить четко, что он должен делать, для того, чтобы он не нанес вам вред. У меня есть ручка. За нее нужно будет держаться. Попрошу вас взяться из-под низу за нее. Вот таким вот хватом. Я предпочитаю контролировать руки, когда я объясняю людям посторонним, своими руками, для того, чтобы быть уверенной, что меня четко взяли. И закинуть меня на баланс. Значит, я сейчас, молодой человек, немножко наклонюсь назад на вас, немножко завалюсь. И вот в таком положении вы поможете мне преодолеть этот порог. Вот, собственно, и все. То, что вы можете попросить помощи и у посторонних людей. Если же за преградой, которая у вас находится, есть какие-то неровности, либо же ямы, либо нет возможности поставить сразу четыре колеса, то, в принципе, вот представим себе, что вот здесь ровная поверхность, а вот дальше идет какой-то обрыв, либо же яма, и туда нет возможности проехать, то лучше всего пересекать эту преграду на задних колесах. У них проходимость лучше. И то же самое я прошу молодого человека помочь мне взяться за раму, запрокинуть меня на баланс и пересечь эту преграду. Порог маленький не самое худшее препятствие, которое может встретиться на пути, так как на улице существует масса бордюров и бровок. Вот, собственно, имитация того, что мы встречаем чаще всего на улице. Вы пересекли дорогу по ровному и наткнулись на вот такую вот бровку. Сейчас я попрошу опять-таки постороннего человека. Вы просите взяться за ручку. Нюансы мы уже знаем, как правильно объяснить. И закинуть вас на баланс. Подвести к бровке. Поставить передние колеса. И в такой момент не поднимать задние колеса, а попросить вас затолкнуть на эту бровку. Сейчас мы покажем вам правильный способ подъема. Оп, и вы уже на бровке. Какой нюанс есть неправильный? Когда люди пытаются поднять задние колеса. Второй вариант подъема на бровку. Человек, который вам помогает, становится на бровке, берет вас точно так же за ручку, опрокидывает на баланс и медленно закатывает. При этом вы обязательно должны контролировать обручи, то есть задние колеса, как вы поднимаетесь, то есть держать коляску под контролем. Третий вариант для более мобильных людей подъема на бровку. Точно так же вы сами закидываете передние колеса на бровку и просите постороннего человека помочь вам. Подъем называется за руку. Человек, который вас будет закатывать на эту бровку, должен учесть то, чтобы встать немножко сбоку, чтобы вы не заехали ему на ноги. Вторая ваша рука берется за колесо, вы будете помогать себе закатываться на эту бровку и поконтролировать подъем. Хват должен быть за предплечье. Он должен быть цепким. Либо же вот такой вот хват, чтобы ваша рука не выскользнула ни в коем случае. Я предпочитаю вот такой способ, если чувствую более уверенно. Раз, два, три. Оп. И вы на бровке. Способы спуска с этой бровки. Точно так же это можно сделать при помощи человека. Самый безопасный для вас способ, когда это делает посторонний человек, это спуск спиной. За ручки. И вас просто скатывает. Безопаснее всего прилечь себе на колени, как это сделала я, чтобы не потерять равновесие. Другой способ спуска. Это спуск на балансе. Но это желательно делать, если у вас сзади есть хорошие ручки, высокая спинка и уверенный помощник сзади. Вы просите поднять вас на баланс. Подъезжайте как можно ближе к бровке. Поднимайтесь на баланс. И человек вас спускает. Спускает. При этом вы старайтесь зафиксироваться колесами задними у края этой бровки, уже внизу. То есть дать толчок назад, чтобы человек за вами не побежал, и вы никуда не покатились. Продолжение следует...